всем привет вы на канале инвестблог by крис с вами я кристина и в сегодняшнем видео чем я вас порадую ну во первых отвечу вам на самый популярный вопрос стоит ли заходить в проект степан именно сейчас во вторых мы разберем с вами последние новости по степан каким образом можно еще получить билет в новый мир предыдущие видео кто мы не смотрел посмотрите им билет в новый мир он так и называется там я рассказываю что придумали админы для того чтобы уменьшить предложение кроссовок на рынке в сети салана и в сети b&b и завершим мы с вами видео ну во первых мы с вами откроем синенький сундук который мне не так давно выпал покажу целесообразность открытый этого сундука а также мы с вами сегодня сменим мои кроссовки помните те кроссовки которые я скрещивала и получила зеленый тренер вот сегодня их ожидает второй мин прошло 96 часов давайте начнем с вами ребят правда вот вы очень часто задаете вопрос стоит ли заходить сейчас в данный момент степан заходить определенно стоит проект безумно интересный проект перспективный проект реально крутой то есть он не знаю единорог среди проектов move to earn и если вы выбираете между тем зайти допустим как в coloran или зайти там волкин или еще куда-то или зайти в степан я бы из всех этих проектов все равно бы выбрала степан хоть и сейчас очень много хейта и негатива вокруг него но как в принципе в целом негатива вокруг криптовалютного рынка сейчас цены такие что даже самый школьник да который там экономит себе в столовой может позволить купить один кроссовок и начать играть именно играть и получать удовольствие от игры играет собирать монетки gift и собирать на 2 кроссовок то есть заводя от жести менять их в солану собирать на 2 кроссовок потом собирать сундуки 9 снова видите и получить реальный удовольствие реальное удовольствие а вот вот этого всего процесса если же вы хотите быстро вернуть вложенные деньги, да, тут нужен опыт и терпение. То есть, если вы без знаний, без опыта залезете в данный проект, вероятнее всего, что вы все деньги там и оставите. Если есть у вас лишние 100, 200, 300, там, 1000 долларов, да заходите, играйте, получайте удовольствие. Мы не знаем, что ждет нам в будущем в этом проекте, правда. То есть, возможно, вы все эти деньги потеряете, возможно, вы выведете еще и больше в 2-3 раза, но все это будет не сразу. То есть, для этого нужно получить какой-то опыт в этом проекте. Я не хороню, ребят, кто-то уже похоронил проект, сказал, что все, он скам, все, до свидания. Нет, проект шикарный и по мне у него ждет огромные перспективы. Я думаю, новая волна роста будет у него. Это что касается первого вопроса. Дальше давайте с вами перейдем в твиттер и посмотрим, что они здесь для нас придумали. То есть, я уже вам говорила, что если вы сожгли 5 серых кроссовок и получили синий кроссовок, или вы сожгли 5 зеленых кроссовок и получили эпический кроссовок, вы получили автоматический кроссовок в новом третьем реалме, который будет в сети эфира. И мало этого, кроссовок этот будет с коллаборацией вот этими знаменитыми обезьянками аппы. Это первый вариант. Второй вариант получения данного кроссовка, это уже будет как лотерейцы. То есть, если вы, в принципе, когда-то сжигали кроссовок, в плане 2000 аппы сникерс, аппы кроссовок будут разыграны между вот этими пользователями, которые когда-либо сжигали кроссовок. Но тут уже лотерея. Повезло, не повезло. И третий вариант, да, то есть, если у вас есть кроссовок в сети BNB с порядковым номером от 20 до 30 тысяч, порядковый номер это то, что люди так любят замазывать, прям обожают замазывать на картинках, конечно, зачем они это замазывают. Вот, обратите внимание, вам на скрине показывают, вот люди сразу узнали, что такое есть. То есть, вам нужно взять вот этот вот кроссовок, допустим, зеленый волкер, и повысить ему уровень. То есть, сделать зеленого, допустим, синий, серого сделать зеленый. Как это образом сделать? Сжечь. То есть, вы взяли кроссовок зеленый, редким номером от 20 тысяч до 30 тысяч, далее вы добавили к нему еще 4 зеленых кроссовка, вы сожгли все эти 5 кроссовок, и вы получили один кроссовок выше. И тогда вам автоматически тоже в третьем реалме вам даст еще кроссовок вот новый, который будет на эфире апы. Еще мне такой момент, тоже админы, они об этом не говорят. Интересен, какой кроссовок дадут в третьем реалме? То есть, допустим, у тебя будет зеленого, ты делал синий, то есть, тебе в третьем реалме дадут синий кроссовок, или тебе дадут серый самый простой, или тебе дадут зеленый. Они тоже об этом не обозначают. Так же, как и коллаба с обезьянами, она тоже обвеяна такими мифами и слухами, и непонятно вообще, что будет дальше, и что вообще дальше происходит. Ну, то есть, понятно, да, мы с вами разобрали три варианта. Сейчас у нас получение кроссовка в сети эфириума, я уже, да, называю, есть как именами, в сети эфириума с символикой апы у нас сейчас есть три варианта. Жжем активно кроссы и надеемся на получение кроссовок. Выгодно ли это? Ну, с учетом того, что я сейчас посмотрела на рынке, минимальный вот этот вот кросс, который именно вот этот вот рарный, от 20 до 30 тысяч, он стоит 20 пенби. То есть, если вы сожжете 5 кросс, ну, где-то в минусе вы будете находиться порядка на 5-6 тысяч долларов. Если кросс будет стоить там 6-10 эфиров, когда он выйдет, на что, не знаю, возможно, он будет столько стоить, но, возможно, и не будет. Никто этого не знает. Риск большущий. То игра стоит свеч, но я решила, что этим заниматься не буду. Я уже 5 раз сжигала и очень надеюсь, что выиграю в лотерее и за то, что я сжигала, мне дадут мой кроссовок в сети эфириум. Ну, посмотрим, ребят. Правда, не знаю, как это все у них будет происходить. Когда только новость данная вышла, опять, конечно же, у нас отреагировал ростом рынок. Сейчас он опять пошел на спад, как и всегда. Это EC-курс тоже. GMT сразу немножко подрос, GST сразу немножко подросли, потом опять немножко упали. Но, хочу сказать, если по рынку посмотреть, кроссовок заметно меньше стало, особенно если фильтры ставить, их мало. В их случае, наверное, количество кросс на рынке подуменьшилось. Им теперь надо каким-то образом добавлять количество участников. А это нужно какие-то крутые коллабы, крутую рекламу, каких-нибудь таких знаменитых спортсменов заказывать. Но это только мои фантазии. Так, что я вам обещала? Еще сегодня давайте с вами откроем синий сундук. Так, открываю синий сундук. Стоит это удовольствие 55 GST. Сундук у нас 5 уровня, синий. Они мне сейчас практически каждый день за прогулку. Выпали у меня 3 никчемных камня, абсолютно, которые Даши продать на рынке нельзя. Кстати, если обратили внимание, что сейчас минимальная цена, которую ты можешь за камень поставить, 0,01 BNB. Поэтому камни вот этот вот износостойкости, их даже продать невозможно на рынке. Их прям вот невозможно. То есть ты их поставишь на продажу, но их никто не покупает. Единственный вариант, что их потом крафтить, когда увеличат шанс крафт. Второй раз у меня, кстати, синий. Второй раз в синем сундуке какая-то гадость попадается. У меня почему-то в зеленых сундуках попадаются там свитки, камни эффективности. А в синих сундуках попадается вот какая-то ненужная фигня. И ни разу еще из них не выпало никакого свитка. Даже теперь вообще не знаю, есть ли целесообразность собирать синие сундуки. Их открывать дороже, а в них, чтобы выпало что-то стоящее, ну, у меня еще пока такого не было. Ну и третье, что вам сегодня обещалось, сегодня мы будем заниматься, это мы с минтем с вами два кросса. Итак, обещанный минт я уже приготовила. Мы, опять же, мой волкер, который у меня уже, видите, одного тренера выпустил. Он без родителей. И такой же у меня джоггер. Вот он тоже тренера сделал с прошлого минта. И сегодня мы их снова будем минтить. Деньги я уже приготовила. Нажимаю show mint. Минт, выбираю второго кроссовка, confirm, нажимаю минт. Зеленая коробочка. И мы нажимаем open now. Волкер. Ну, средненький такой волкер получился. Ну, пойдет, в принципе. Все равно в плюс этот минт. Такой волкер, если пойдем на рынок, uncommon волкер, он сейчас стоит минимум 4. Ну, то есть, в любом случае, минт идет в плюс. Ребят, на этом сегодня все. Спасибо вам, что досмотрели данное видео до конца. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok